Жизнь на Земле Чем больше мы познаем неизменные законы природы, тем все более невероятными становятся для нас чудеса. Все разнообразие жизней крайне сложно представить себе. Люди чаще всего обращают внимание на млекопитающих – животных, похожих на нас. Но мы, млекопитающие, составляем только четверть процента видов на Земле. Все живое на Земле делится на два домена – прокариоты и укариоты. Прокариоты Первые организмы были одноклеточными бактериями и археями. Эти формы жизни известны как прокариоты, что в переводе означает «доядра» и, как вы уже, наверное, догадались, в их клетках нет ни ядра, ни каких-либо органических структур, органел. Археи Эти организмы часто встречаются в экстремальной среде, такой как гидротермальные источники или соленая вода, и, возможно, это самая ранняя форма жизни. Бактерии Бактерии самую распространенную форму жизни находят в любой среде обитания. Они существуют даже внутри камней глубоко под землей и в высоких слоях атмосферы. Иукариоты Клетки этих организмов содержат ядро с генетическим материалом. В них также имеются органеллы, внутренние структуры, выполняющие конкретные функции, к иукариотам относят одноклеточные организмы, а также все многоклеточные виды. Этот домен делится на протистов, грибов, растений и животных. Протисты В эту очень крупную группу одноклеточных организмов входят простейшие амебы и водоросли. Протисты различных видов считаются предками всей многоклеточной жизни. Грибы Грибы — сапрофиты, то есть питаются тем, на чем растут, выделяя химические вещества, нужные для переваривания. Хотя к этому царству относятся и привычные нам лесные грибы, большинство в нем составляют микроскопические грибы, невидимые невооруженным глазом организмы, живущие в почве. Они важны для переработки гниения отмершего материала. Сапротрофы представляют собой организмы, которые извлекают питательные вещества из остатков погибших живых существ, выполняя важную экологическую роль в разложении органической материи. Одним из известных сапротрофов является пеницил — микроорганизм, который разлагает органический материал. Паразиты — это организмы, которые питаются органическими веществами, паразитируя на живых организмах и при этом принося вред своим хозяевам. Примером таких паразитов может служить трутовик, который находит свое питание, вредя другим живым существам. Хищники — это организмы, которые извлекают органические вещества, потребляя живых организмов, которых они убивают. Доктерария, например, представляет собой хищного организма, который охотится и питается другими живыми существами. Симбионты — это организмы, которые получают органические вещества из другого организма и взамен предоставляют своим хозяевам различные полезные вещества. Примером симбионта может служить мухомор, который устанавливает взаимовыгодные отношения с другими организмами. Растения Благодаря растениям земля покрыта зеленью. Эти организмы с помощью зеленого пигмента хлорофилла накапливают энергию солнечного света и используют ее для питания. Растения делятся на следующие отделы — водоросли, папоротники, хвойные, мхи и цветковые. Водоросли — великолепные организмы, процветающие в морях, озерах, реках и стоячих водоемах. Их основное тело, которое также называют талом, отличается наличием плотной целлюлозной оболочки и ядра. Водоросли поражают своим разнообразием форм и структур, создавая впечатляющие ландшафты под водой. Эти удивительные организмы размножаются как вегетативным, так и бесполым и половым способами, обогащая свою жизненную динамику. Не менее удивительно, что у водорослей хлоропласты называются хроматофорами, что придает им не только функциональную важность, но и таинственное очарование. Папоротники — эти изящные растения, обитают в умеренных тропических и субтропических климатических условиях. Их структура включает корень, стебель и листья, но они лишены цветов и плодов, вместо этого используют споры для размножения. Влага играет важную роль в процессе оплодотворения этих растений, и она необходима для созревания и распространения спор. Чтобы размножиться, папоротники чередуют два метода — бесполое размножение через споры и половое через гометы. Этот процесс добавляет великолепную динамику к их жизненному циклу. Некоторые виды папоротников выделяются своей красотой и используются в декоративных целях, в то время как другие могут быть ядовитыми, что делает их интересными и неоднозначными созданиями в растительном мире. Характерные черты голосеменных и хвойных растений удивительно интересны и отличительны. Важно отметить, что они лишены цветков и плодов, вместо этого используют семена для размножения. Эти семена, весьма уникальные в своем развитии, формируются на специально видоизмененных побегах, которые мы знаем как шишки. Также хвойные растения характеризуются наличием хвои вместо типичных листьев, что делает их очень узнаваемыми. Современный спектр голосеменных включает в себя множество видов, и среди них вы найдете как деревья, так и кустарники. Интересно отметить, что отдел голосеменных растений насчитывает около 700 видов, что подчеркивает их разнообразие и важность в мире растительной жизни. Отдел мхов обладает рядом характерных черт, которые делают его интересным объектом ботанического исследования. Мхи характеризуются наличием стеблей и листьев, но у них отсутствуют корни, которые, как правило, заменяются структурами, называемыми изоидами. У более примитивных видов мхов тело представляет собой слоевище, что делает их особенно адаптированными к влажным условиям, так как они нуждаются в воде для размножения. Мхи размножаются путем спор и гомет, и в их жизненном цикле преобладает половое поколение, называемое гометофитом, которое представляет собой само растение. Представители отдела мхов включают как листостебельные виды, включая кукушкин лен и сфагнум, болотный мох, так и печеночные виды, такие как маршанция и ритчия. Эта разнообразная группа растений предоставляет нам уникальные примеры адаптации к различным условиям среды обитания. У покрытосеменных растений выдаются несколько характерных особенностей, которые подчеркивают их значимость в растительной биологии. Важным отличительным признаком, который придает им уникальность, является присутствие цветков, что в связи с этим привело к их названию как «цветковых растений». Эти цветы играют ключевую роль в процессах размножения, обеспечивая опыление и последующее формирование семяпочки, надежно защищенной завязью. Этот механизм приводит к образованию плодов, которые играют важную роль в распространении семян. Важно также отметить, что ткани покрытосеменных растений исключительно приспособлены к выполнению своих функций, что открывает путь для глубокого изучения и понимания богатства и разнообразия этой группы растений, а также их влияния на экосистемы по всему миру. Животные представляют огромное разнообразие форм и типов. Один из первых отделов – губки, характеризующиеся простой структурой и способом фильтрации питательных частиц. Отдел губок представляют морские организмы с простой структурой, лишенной настоящих тканей и органов. Стрекающие животные, такие как раки и лапстеры, обладают твердым экзоскелетом, который защищает их тела. Черви включают разнообразные группы, включая плоских, круглых и сегментированных представителей, каждый со своей особой биологией. Моллюски, такие как улитки и мидии, имеют разнообразные формы и способы жизни, а многие из них обладают раковинами. Ракообразные включают креветок и крабов, их экзоскелеты могут быть жесткими и разнообразными по форме. Отдел насекомых обладает огромным разнообразием видов, включая бабочек, мух и жуков, их особенностью являются шесть ног и хитиновый экзоскелет. Паукообразные, включая пауков и скорпионов, характеризуются наличием четырех пар ног и ядовитых жал или клешней. Иглокожие, такие как морские звезды и морские ежи, обладают жесткими иглами в коже и встречаются в морских средах. Хордовые — это высокоорганизованный филум животных, который включает в себя не только позвоночных, но и близких родственников, таких как ланцетники и морские черви. Одним из ключевых характерных признаков хордовых является наличие натохорды, жесткой и гибкой структуры, которая служит опорой для тела в разных фазах развития. Хордовые также имеют нервную трубку и жаберные щели в какой-то момент своего жизненного цикла, что делает их уникальной и разнообразной группой животных. Представителями хордовых являются рыбы, присмыкающиеся, земноводные, птицы и млекопитающие. Рыбы представляют собой живых организмов, обитающих в водных средах, будь то моря, озера или реки. Они обладают жабрами в качестве органов дыхания и имеют уникальные адаптации, которые позволяют им успешно существовать в водной среде. Разнообразие форм тела, окрасок и способов размножения делает рыб как объектом интереса исследования. Важно также отметить, что рыбы могут быть как хищниками, питающимися животной пищей, так и растительноядными, потребляя водоросли и другие растительные ресурсы. Основные характеристики класса присмыкающихся включают в себя высушенную кожу, лишенную желез и прогрессивное развитие их скелета и мускулатуры. Эти животные также отличаются наличием коры в головном мозге, что связано с более высокой степенью развития их нервной системы. Важно отметить, что у присмыкающихся дыхание исключительно легочное, и их способы размножения и развития не зависят от водных сред, в отличие от некоторых других классов. Земноводные обладают определенными характерными чертами, такими как их кожа, которая может быть голой или слизистой и служит для дыхания. Важно отметить, что большинство земноводных рождается в воде и в начале своего развития используют жабры для дыхания, прежде чем претерпеть метаморфоз и перейти к дыханию через легкие. Эти животные также выделяются своей уникальной чередующейся жизнью в воде и на суше, что составляет особую черту их экологии и адаптации. Основными характеристиками птиц являются их перья, которые выполняют ряд важных функций, таких как защита от холода, обеспечение подъемной силы в полете и защита от внешних факторов. Анатомически, перья обладают специфической структурой, включая стержень и пучки барб, что делает их легкими и прочными. Еще одним характерным признаком птиц является их клюв, который служит вместо зубов, а пищеварительная система адаптирована под эту особенность. Форма и размер клюва различаются в зависимости от вида и диеты, и они используются для различных функций, включая захват, переваривание пищи и строительство гнезд. Кроме того, птицы обладают пернатыми конечностями, такими как крылья и ноги, которые адаптированы под различные потребности видов. Например, крылья позволяют птицам летать, в то время как ноги имеют разные функции, включая ходьбу, бег, лазание и плавание, в зависимости от специализации каждого вида. Млекопитающие обладают высокой теплосберегающей способностью, что позволяет им поддерживать постоянную температуру тела и успешно функционировать в различных климатических условиях. Еще одним характерным признаком млекопитающих является наличие молочных желез у самок, которые производят питательное молоко для кормления детенышей, обеспечивая их рост и развитие. Волосяное покрытие, присутствующее у большинства млекопитающих, выполняет разнообразные функции, такие как регуляция температуры тела, защита от внешних факторов, маскировка и коммуникация с окружающей средой. Млекопитающие имеют сложную структуру зубов, включая различные типы и формы зубов, что позволяет им адаптироваться к разнообразным видам пищи, будь то мясо, растения или насекомые. В мире живых организмов существует огромное разнообразие, и их классификация помогает нам понять их взаимосвязи и эволюцию. Все организмы делятся на две основные категории – прокариоты и иукариоты. Прокариоты включают в себя археи и бактерии, которые являются одноклеточными организмами с простой структурой и некоторыми уникальными особенностями. Иукариоты более сложные и включают в себя четыре основные группы – протисты, растения, грибы и животные. Протисты представляют собой разнообразную группу одноклеточных и многоклеточных организмов, включая водоросли. Растения включают различные виды растений, от водорослей до цветковых растений. Грибы – это группа организмов, которые играют важную роль в разложении органического материала. Животные являются самой разнообразной группой и включают животных от губок и червей до птиц и млекопитающих. Внутри животных есть подкатегория хордовых, которые имеют характерные черты, включая наличие натохорды в некоторой стадии развития. Хордовые включают в себя рыб, пресмыкающихся, земноводных, птиц и млекопитающих. Эта классификация позволяет нам лучше понимать разнообразие живых организмов и их место в мире биологии. Спасибо за внимание, подписывайся на канал Гуденов, чтобы не пропустить новые видео. С нами интересно.